Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всего в рамках казахстанского этапа заявки подали 38 стартапов. Пять из них в итоге стали победителями. Вот имена счастливчиков. Экосокет, Авиата.Ми, Майки, Репликон и Пиквипик. С большей частью этих проектов мы знакомили вас в прошлых выпусках. Однако некоторые из них показали себя впервые. Одна из команд – агрегатор Пиквипик. Пиквипик – это глобальная поисковая система, которая собирает миллионы товаров в одну базу и позволяет пользователям находить те товары, которые нужно. В настоящий момент Пиквипик внес в свою базу свыше 60 американских магазинов, на которые приходится более 3 миллионов товаров. Еще один новый казахстанский стартап называется Майки. С виду это обычное мобильное приложение, а по сути умный помощник в смартфоне. Он подскажет вам, как быстро найти и купить желаемый товар. По функционалу Майки напоминает голосовой поисковик серии. Если вам нужно срочно привезти какую-то вещь, то можно сказать карманному помощнику. Майки, найди мне кроссовки Adidas в Алматы. И через несколько секунд на экране вашего смартфона появится подборка таких кроссовок с ценой и местами продаж. Еще один стартап, достойный внимания, называется Репликон. Это два устройства в одном – 3D-сканер плюс 3D-принтер. Для того, чтобы запустить производство таких принтеров, компании необходимы инвестиции в размере 50 тысяч долларов. Присутствующие на отборе венчурные капиталисты уже заинтересовались нашими разработчиками. Я видел несколько действительно интересных стартапов, которые мы могли бы тоже проинвестировать. Но как бы ни оценивали инвесторы казахстанские стартапы, главное их испытание впереди на эшелон Asia Summit. Опытные бизнесмены говорят, что каждый пятый участник этого IT-саммита получает инвестирование. Будем надеяться, что в их числе окажутся и казахстанские стартаперы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова